И поле перааре, и шайбу забье. Лукашенко еще спробует довести своему электорату, что сдольный трымать ситуацию под контролем. Это, прежде всего, крупный план на государственных телеканалах. На крупном плане Лукашенко должен быть свеж, молод и горячий. Собственно говоря, это попытка быть таким. У Лукашенко нет даже намека на щетину, у гостя это видно очень хорошо. Это не значит, что гость не подготовился к встрече и пренебрег правилами, не побрился. Нет, это значит, что он, Александр Лукашенко, достаточно хороший такой слой тонального. Десять годов тому Лукашенко навыд почали подозревать о скоростании ботоксу. Раптом зникли мяшки под вачыма, зморщины на лбе стали не такими глубокими. У суседней Украине пластичные хирургии частяком берутся за омолоджение мясовых политиков. Гэта, например, Юлия Тимошенко, Ганна Герман, Ирина Луценка, Микола Тищенко. У каждого из украинских политиков есть своя группа избирателей, для которых эти люди практически эталон. Они могут прощать все. Понятно, что то, что позволено женщине, политику мужчине, в Украине это маловероятно, потому что украинцы все-таки в этом смысле достаточно консервативны. Як и у России, где вядома, что Владимир Путин ботокс уживая. Як и еще один ауторитарный керавник, Нурсултан Азербайев. У Лукашенко уж более хирургичных умешанья не зауважали. У яго свои заходы. Конечно же, Лукашенко скрывает лысину. Лукашенко довольно трепетно относится к своему внешнему виду. Это очень трогательно наблюдать нам, стилистам, эмиджмейкерам. И вот этот начес – это такой момент попытки омолодиться. Если мы говорим про усы, то это просто усы. Они были модны тогда, когда Лукашенко был молодым. Его с ними запомнили. И когда мы говорим о крупной политике, человек в политике не может кардинально менять внешность. Катерина расповела, что над образом Лукашенко працует пиар-команда, служба протоколу, стилисты, визажисты и цирульники. По водле экспертки, ранее этим могла займаться лондонская пиар-компания. Каб опрануть диктатора, створили ателье «Лайн-Эй». Свита Лукашенко, которая сопровождает его, одета гораздо более официально, гораздо более формально. Там хорошие синие костюмы, галстуки. А Лукашенко на этом заводе будет в пальто, в какой-то фуфайке на замочке или в какой-то очень простой рубашке. Таким образом он показывает целевой аудитории рабочим, что посмотрите, я такой же, как вы. Неправильное решение делают вот эти люди, которые носят пиджаки. Былы працалник Министерства замежных справа у Беларуси Павел Мацукевич, упевнены, что Лукашенко да гэтуль сбираю информацию, як яго успеют в Беларуси. Гэтым мусять займаться кожная команда любого политика, назначая украинский политтехнолог. Сначала работают над его образом. А для этого должна быть группа аналитиков, которые изучают ситуацию, изучают настроение и запросы людей, какого они хотят видеть политика. Ци дае гэтому рады команда Лукашенки. Багатцы и широкий выбор резиденциев, незвычайные звычки, все ж не допомагают в образу человека-цахи, к мужика-знароду. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Нет! Беларусский режим, его эта проблема заключается в том, что он, да, он живет в 21-м году, но он где-то остался там, в Советском Союзе или там в эпоху раннего Лукашенко. Тогда встает вопрос, ну сколько можно? Ну хватит! Яна Шек, Белсад. Продолжение следует...